То есть сегодня нету проблемы в нашем архиве с доступом к документам. Вот сегодня никто не может сказать, что такое деревня сожжена 9 раз. Самый кровавый батальон, который действовал на территории Беларуси, совершил больше всего преступления в отношении населения. Это особый батальон СС Берлеванки. Он сжег по неполным подсчетам где-то 186 деревень и убил около 30 тысяч населения. Ко мне подходят немцы и говорят, вы свою хатынь создали для того, чтобы покрыть хатынь. Совпадение названий даже, понимая, хатынь-хатынь. А эту версию запустили российские либералы. Ни немцы, ни пляки. Вот сейчас прокуратура заставила районы шевелиться, понимаете, они проделали работу. Было бы очень хорошо все вот это вот скоперироваться и сделать, действительно, привести всю эту работу по сожженным деревням к какому-то итогу. Даже событие подается через людей. То есть оно стало, ожила история, появились люди. Раньше этого не было в советское время. Архивы, пока вот началась сейчас эта работа, прокуратура по уголовному делу, архивы наработали уже большой массив документов по этой теме. Надо сказать, мы сделали две важные вещи. После Горбачевской перестройки, когда началось, началось рассекречивание документов. И мы к 2000 году полностью, вот наш архив, полностью рассекретил все документы по истории Великой Отечественной войны. То есть сегодня нету проблемы в нашем архиве с доступом к документам. То есть мы открыли все наши богатства архивные. Второй момент, который положительный. Мы наработали большой массив изданий по проблемам оккупационного периода. У нас где-то больше 20 сборников документов по этой теме. Но, к сожалению, мы вот проделали такую большую работу, но отдачи мы от этой работы не почувствовали, пока не начала работать прокуратура. Как это ни странно звучит. Когда вы снимали эти грифы секретно, можете вспомнить какое-то дело, которое вас особенно поразило? Нас поразило... Нам в 2001 году, в декабре 2001 года, с Центрального архива Комитета государственной безопасности передали документы на иностранных военнопленных, которых осудили за военные преступления, в частности, ну, из-за преступления, которые они совершили, находясь в лагерях. Так вот, среди этих дел мы нашли дело на советских военных разведчиков, которых осудили. Это немцы, которые работали на советскую военную разведку с 1930-х годов. Затем он работал в пресс-атташе, в немецком посольстве в Румынии. Ну, и все это время продолжал работать на советскую военную разведку, правда, потерял связи с ней. Но после войны, когда Румынию нашу освободили, он дал о себе знать, его перевезли в Москву. Ну, и стали проверили, и стали готовить для засылки, для работы за границу. Ну, и во время подготовки он начал высказывать кое-какие мнения, которые же не понравились руководителям военной разведки. И они его отправили в лагерь для военнопленных. Там его осудили. Он там находился вместе с женой. У них в это время умер сын старший. Она родила второго сына. Ну, в общем, трагическая судьба. И вот пока мы это дело не обнаружили, даже военная разведка не знала его судьбы. Есть фамилия у этого человека? Велькиш. Мы издали книгу об этом. Снят фильм даже об этой истории. Ну, а вот что касается именно периода оккупации. В 1995 году нам передали комплекс документов бывшего центрального партийного архива. А что такое партийный архив в советское время? Это закрытое архивное учреждение, к которому практически никто не имел доступа. Чтобы туда попасть, нужно быть членом партии и получить разрешение секретариата ЦК, чтобы работать с документами архива. Но придя в архив, вы все равно не получите то, что вы хотите. Вам давали только то, что считали необходимым. Поэтому основная масса документов, партийного архива, она практически не была известна. Там масса интереснейших документов, и не только по войне, и по довоенному периоду. Дело в том, что этот архив партийный, он сохранился, его эвакуировали, в отличие от нашего архива. Наш архив – это центральный архив Октябрьской революции и социалистического строительства. Он находился, как и партархив до войны, в Могилёве, но наш архив, этот разговор, был брошен в Могилёве, а партийный архив успели эвакуировать. И там сохранилась вся практически довоенная документация. То есть вот это самая ценная документация за довоенный период, который сегодня есть в Республике. Большинство архивов не были эвакуированы. Вот партийный архив – это единственный архив, который еще успели кое-что вывезти. С гомельских архивов, государственных архивов. А остальные архивы, они остались накупированы. Немцы их, соответственно, часть погибла во время военных действий, часть была немцами вывезена. Вот наш архив тоже вывезли в Ригу. Но уже потом мы эвакуировали. Но очень много документов. Практически сохранился в основном комплекс документов до начала 30-х годов. А за остальные годы – это все такие обрывочные документы. А часть документов ведь хранилась в ведомствах. А все ведомственные архивы практически были уничтожены. Но есть даже вот интересная судьба нашего. Вывезли часть документов правительства, архива Совета народных комиссаров, эвакуировали. Но мы до сегодняшнего дня не можем найти их. Они знаем, что они хранились, у нас опись есть, то, что было вывезено. Но мы не можем найти эти документы до сегодняшнего дня. Ну а куда вывезли-то, знаете? Все знаем, что вроде бы вернулось в Москву. А дальше? Да что ж там такого-то в этом архиве? Ну, дело в том, что ничего там такого. Но есть перечень, опись всех документов, которые там хранят. Может, они еще хранятся в нашем Совете Министров, в архиве. Дело в том, что у них часть документов за довоенный период до сих пор на секретном хранении. Мы, может, и не знаем, что там есть. Но, во всяком случае, вот и такое даже можно привести пример. Вывезли, а потом неизвестно, куда попало это все. Ну, вот сейчас прокуратура начала вот эту большую работу по установлению фактов геноцида, фактов геноцида белорусского народа. Как помогает ваш архив в этой работе? Что они разбудили наших местах? Не центр, не институт истории. Они разбудили наши районы, музеи. Вот я приведу такой пример. Мы в 2011 году создавали электронную базу белорусских деревень сраженных годами Великой Честной войны. Я работал тогда, ну, ездил для, выявлял документы в зональных областных архивах. Ну, и заходил в Краеведческие музеи, говорю, спрашиваю, что у вас есть по сожженным деревням вашего района, там область. Они пожимали, говорят, мы этой темой никогда не занимались. Сегодня, посмотрите, в каждом Краеведческом музее появились экспозиции, посвященные сожженным деревням, геноциду. То есть, понимаете, места стали работать. А наши вот историки и исследователи, к сожалению, запаздывают. У нас, вот, как выяснилось, когда начала работать прокуратура, у нас многие наработки остались на уровне 60-х годов советского времени. Вот, например, по тем же сожженным деревням у нас все наработки связаны с созданием мемориального комплекса Хатынь. В 1969 году, когда создавали мемориал, была поставлена задача провести учет сожженных деревень в Беларуси. Вот тогда провели учет, но он проводился в основном не на основе документов, а путем, ну, опрашивали население там, трудно сказать, но во всяком случае документы в массовом таком количестве не привлекались, потому что основная масса документов по сожженным деревням, они хранились в партархиве, а туда доступа не было, естественно. Ну и даже в областных архивах, они тогда тоже были по военному периоду, они тоже на секретном хранении. Естественно, все вот эти наработки, они потом в 1984 году были опубликованы в списке сожженных деревеньев. Но этот учет неполный, потому что это путем опроса, то есть не все тогда учли. Сегодня мы вышли на новую цифру сожженных полностью и частичных деревень, с населением и без населения, 9 321. Официальная цифра для этого была 9 321. Правда, прокуратура сейчас эту цифру увеличивает. И здесь вот как раз выяснилось, что у нас по сожженным деревням на сегодняшний день нет ни одного научного исследования по данной проблеме. У нас не разработан понятийный даже аппарат для подсчета вот того, что уничтожено. Вот сегодня никто не может сказать, что такое деревня сожжена 9 раз. В книге «Нацистская политика геноцида и выжженной земли» приводится цифра, что деревня была сожжена 3 раза, там некоторые, 4 раза, 9 раз. А что такое 9 раз? Вот объясните. Сегодня никто не может даже ответить, понимаете? Или что такое говорят? Деревня уничтожена с частью населения. Какая это часть? Понимаете? Для подсчета вот. То есть сегодня нет даже понятий, почему мы вот и прокуратура там предлагают какие-то новые предложения, но у нас не разработан понятийный аппарат на сегодняшний момент, который вот только недавно мы на заседание там между ведомственной комиссией пришли, они взяли те цифры по частично сожженной деревне, которую мы предложили в свое время. Мы считали частично сожженной деревней, это деревня, в которой сожжено 25% и выше жилого фонда или 20 домов без учета общего количества. Работа прокуратуры, она высветила все наши, как говорится, недочеты. Но у нас же, понимаете, что у нас вот даже проблема, издательская деятельность архивов. А вот когда прокуратура сейчас начала работать, теперь уже появился спрос и на наши издания, наших издательств. А до этого его не было. Тут еще такая проблема была, о чем можно было говорить, о чем желательно не говорить. Вот мы подготовили где-то совместно с фондом историческая память сборник документов. Латвийское полицейское формирование в Беларуси, и когда мы принесли нашему руководству архивному, они говорят, что вы, что вы делаете? У нас такие хорошие отношения с Латвией, а вы тут копаетесь в этом. Все, и не дали добро на издание. Ну, москвичей издали, правда, мне пришлось выступить под псевдонимом в качестве составителя этого сборника. Доходило, или хотели, издали сборник документов убийцы Хатыни о 118-м украинском полицейском батальоне, которое сжег Хатынь. Ну, когда издали москвичей сборник, мы хотели провести презентацию, наш руководитель сказал, а вы что? Он говорит, о чем вы говорите? У нас такие хорошие отношения с Украиной. То есть, тут даже вот была политика в том, что публиковать по войне. Вот даже такой факт выплыл. Даже мы, белорусы, и то старались о некоторых негативных моментах. Самый кровавый батальон, который действовал на территории Беларуси, совершил больше всего преступления в отношении населения. Это особый батальон эсэс Дерлевангера. И мы, когда готовили сборник документов карательной операции «Котбус», нам с архива КГБ дали документы, показания карателей, которые принимали участие в этой операции. И что выяснилось? Что в этом батальоне воевали наши логойские полицейские. То есть, когда батальон перебросили в Логойск из Могилевской области, сюда они загнали, полицейских логойских загнали в этот батальон. И была сформирована даже белорусская рота, которую никто сегодня даже не знает, говоря вот об этом батальоне, что там была белорусская рота. Правда, она просто существовала довольно незначительный период, где-то несколько месяцев после вот этой операции слили с другими русскими, там, русскими, украинцами, кто был, и сделали русскую роту. Но сам факт никто не знал. Мы вот даже сколько до этого считали, что там были украинцы, то есть вот то, что были белорусские, логойские полицейские, и были процессы, прошли в 62-63 году. Мы думали, что только над украинцами был процесс в 61-м году здесь, в Белоруссии. А оказывается, были еще процессы над военнослужащим батальона СС Дерлевангера, именно логойских полицейских понаходили и судили. И мы до последнего времени не знали. А чем вот так вот он прославился, в кавычках, этот батальон? Он сжег по неполным подсчетам где-то 186 деревень и убил около 30 тысяч населения. Он отличался особо из версий. То есть это Оскар Верлевангер, он вообще доктор юридических наук. Но выделялся очень таким с верским отношением. И сам был с подчиненными, и в его батальон. То есть они вообще, даже их останавливали, руководство вермахта, там при проведении операции давали указания не сжигать деревни. А они все это игнорировали. Ну и второму они же потом после этого прославились во время Варшавского восстания. То есть принимали участие в подавлении Варшавского восстания. И там они уничтожили, конечно, очень много польского населения. И какая судьба Дерлевангера? Он попал в плен к аргличанам. А там, где он в тюрьме находился, охраняли поляки. И они его по ночам били. И били несколько дней, пока не забили до смерти. А вот эти все люди, которые там служили, они всем принесли наказание? Трудно сказать. Дело в том, что об этой истории мало кто знает. На территории Могилевской области они там сожгли крупную деревню Борки. Одна из крупнейших. По количеству даже там 1726 человек уничтожили. То есть вместе с людьми это все? Да. Они сожгли, значит, эта деревня, она состояла, деревня Борки и 7 поселков. Вот они все окружили, и все население, подчистую все, кто попался, сожгли все, и всех поуничтожали население. Там выжили единицы. Ну, случайно кто-то успел спастись там. То есть это самое, вот они на Могилевщине, а потом их перебросили в лагу. Дело в том, что там прославились и украинцы. Там был украинский взвод Мельниченко. И тоже интересная история. Они же что? Они были в составе этого батальона. В августе 1943 года переходят на сторону партизан. Воюют до конца войны в составе партизан. Некоторые были даже ранены, наградены орденами. Спокойно жили до 1961 года. Когда их разыскали и вспомнили все, что... Ну, многие из батальона, и немцы, они же... Там очень сложная эта история батальона. Дело в том, что этот батальон, он сперва состоял только из штрафников, браконьеров. То есть это была особая команда, первое название ее, особая команда браконьеров. Потом она выросла уже до батальона, а потом до дивизии. Браконьеров немецких? Австрийцы и немцы. Ну, в смысле, осужденная рейха, третьего рейха. Тогда же Австрия входила тому, чем и австрийцы были. У нас как раз в этих уголовных делах на иностранных военнопленных лежит дело на одного из военнослужащих, который прошел с этим подразделением от команды... Он сам браконьер, и он до дивизии. То есть он прошел весь путь. Но тогда, когда судили, понимаете, тогда следствие велось поверхностно. Ну, там два-три раза его допросили, он общее что-то рассказал. Там такого подробного уже, как потом видеть следствие, не было. А почему? Ну, когда судили военнопленных, понимаете, там давай быстрее, быстрее, то есть, понимаете, главное было доказать вину. Причем доказательство строилось на их собственных показаниях. И в качестве показаний привлекали документы чрезвычайной комиссии или там показания свидетелей по тем районам, где действовало подразделение. Дело в том, что конкретные вины очень сложно было доказать, если, например, там подразделение участвовало в карательной операции. То есть, по конкретному лицу там документов не будет. А вот если он, например, служил, был комендантом комендатуры или какого-то подразделения на конкретной территории, вот там уже конкретно можно было доказать вину подсудимого этого военнопленного. А о некоторых это общее, просто такой общинок. Раз подразделение участвовало в карательной операции, жгло деревню, значит, уже неважно, писарь ты, там, повар. Какая самая такая жестокая карательная операция на нашей цели? Дело в том, что, я говорил, уже тут они провели только более 140 крупных операций, не говоря уже о каких-то разовых акциях в этот. Карательная операция, борьба с партизанами. Дело в том, что они даже иногда не столько воевали с партизанами, сколько стояло две задачи. Уничтожить экономическую базу партизанского движения и людскую. То есть, что делали? Уничтожали деревни, людей. До 43-го года часто расстреливали. После 43-го года уже стали трудоспособные населения увозить на принудительную работу. В Третий рейх, в оккупированные страны, они трудоспособные расстреливали. И одновременно все, значит, конфискация подчистую, всего продовольствия, сельскохозяйственная. То есть, решали, даже иногда не столько партизан били, сколько уничтожали вот это. То есть, пытались создать мертвую зону, чтобы не было возможности для развития партизанского движения. А что такого еще чего мы не знаем в ваших архивах? Очень много чего. Например? Ну, вот сейчас выходит сборник документов разложения антисоветских воинских и полицейских формирований в Беларуси. Дело в том, что для проведения карательных акций Германии не хватало рабочей силы. И что делают немцы? Они начинают формировать антисоветские воинские подразделения на оккупированных территориях, в частности, Беларусь. И это приняло такие масштабы, что уже не столько с ними можно было воевать, сколько с ними решили разложение проводить. Было принято специальные директивы центральным штабам партизанского движения о том, чтобы с этих подразделений проводить именно работу по разложению. И второй момент. Здесь тоже интересно, насколько эта работа приобрела большой масштаб. Когда партизанские формирования вышли уже после окончания освобождения Беларуси, они сели писать историю своих партизанских формирований. И там была разработана схема этих историй. Там был специальный раздел. Работа по разложению антисоветских формирований. Насколько этой работе, у нас об этом практически неизвестно. Но наиболее крупный, известный факт, это переход на сторону партизан бригады СС Гиля Родионова. Это наиболее известная история. То есть целая бригада. Целая бригада. Дело в том, что он был начальником штаба 229-й стрелковой дивизии. Попал в плен. Стал сотрудничать с немцами. Создал формирование, бриганду, которую перебросил в Беларуси. Он принимал участие в характерных операциях. И там успел тоже подверствовать это. Но самое интересное, когда он стал переходить уже на сторону партизана, он первым делом, что сделал, уничтожил весь архив, всю документацию бригады. Чтобы не осталось никаких следов. Но его судьба... Дело в том, что во время операции в Полоцко-Лепельской партизанской зоне в 1944 году он был тяжело ранен и умер. Если бы, конечно, он остался жив, то он быстрее всего пошел. Дело в том, что все офицеры этой бригады, она потом была переформирована, но создана на ее основе. Первая антифашистская партизанская бригада, вот Гилья Родион, которую возглавлял. Все офицеры, которые остались живы после вот этой крупнейшей немецкой карательной операции 1944 года, они все после освобождения Беларуси были арестованы и осуждены. Сегодня та же история партизанского движения осталась на уровне разработок советской эпохи. У нас вышло неплохое издание трехтомное по истории партизанского движения. Но там, в этой истории партизанского движения, основной акцент был сделан на героизме партизан. А вот эта вся сложность борьбы, вся трагичность, дело в том, что это не все так однозначно. Вот у меня отец, например, тоже, он в 1944 году, он партизанил здесь, он тоже попал в плен, бежал, был в партизанском отряде в 1944 году. Немцы провели крупную, накануне освобождения Беларуси уже, провели в мае-июне 1944 крупную кратную операцию «Кармаран» против партизан в Борисовско-Бегомельской зоне. И вот он был, как раз попал в эту подраздачу, он в бригаде Калинина был. И вот он рассказывал, говорит, как он спасся. То есть командир бригады распустил бригаду и сказал, ребята, выходите кто как может. Ну и вот он остался жив, говорит, когда там выходили, все было, очень много уничтожили мирного населения. Короче, представляете, наши уже начали операцию «Багратион», наступление уже разгромили часть немцев. Они до 27 июня еще били партизан Борисовско-Борисовско. Если бы не наступление, то мало кто бы остался жив. А вот в этих вот карательных операциях, вот вы упомянули о том, что украинские коллаборационисты, белорусские коллаборационисты, латышские. Мы-то как считаем, ну кто оккупировал? Ну немцы, ну фашисты. Просто я говорю, что им не хватало рабочей силы для карательных операций. И что делают немцы? Они сюда привозят латышей, литовские батальоны. Причем латыши, вот даже в документах, они говорят, что они были еще более зверски относились к населению, чем даже немцы. Самая знаменитая вот карательная операция «Зимнее волшебство». Это проведено было на территории трех белорусских районов. Освейский, Дресинский, это ныне Верхнедвинский район, и Рассонский, и Себежский район РСФСР. Ставилась задача, это районы, они находились на пограничье с Латвией. Партизаны советские заходили в Латвию для пополнения запасов, тем более там было лучшее положение продовольственное. Немцы, чтобы помешать этому, решили сделать мертвую зону вдоль границы. То есть все сжечь, все населенные пункты, все население оттуда убрать. И, короче, вот они провели эту карательную операцию. Кто основная ударная сила? Латышские полицейские батальоны. То есть там воевали латыши. И что получилось в результате? Ну, они сожгли, то есть все практически там уничтожили 452 деревни за полтора месяца. То есть они не столько воевали с партизанами, там партизаны потеряли где-то меньше ста человек. И немцы тоже. То есть там партизаны практически потерь не было. А вот население уничтожили, где-то более 10 тысяч населения. А часть населения вывезли на принудительные работы, в том числе в Латвии. И тоже вот трагическая судьба, о которой тоже не особо кто говорил. Дело в том, что жители Беларуси, которых вывезли, они попали в Солоспил. Часть в часть попали на работы к латышам на хутора. Их там разобрали как рабочую силу. А после войны возвращаться в Освейский район лежал в руинах. И что было делать? Они остались в Латвии. Жили спокойно, все, пока была советская власть. После распада Советского Союза их лишили гражданства. Они стали людьми без гражданства. То есть они как бы второй раз еще раз получили этот пример. Вот даже интересный такой момент, что после войны, когда восстанавливали Освейский район, было принято специальное постановление правительства СССР о том, чтобы Латвия взяла на себя оказание экономической помощи восстановления этого района. И они взяли? Ну, помогали восстанавливаться. Ну, я говорю, что вот примеры участия латышей. Я говорю, что причем даже в документах приводятся факты, что они вели себя на оккупированной территории еще более зверски, чем немцы. Ну, а в чем это вот выражалось? Ну, такая ненависть советской власти. Ну, сегодня мы видим на примере нынешней Латвии, откуда это все растет, кто пришел сегодня к власти. Мы об этом не говорим. А это все не те руководители, которые были в советской Латвии. Это пришла эмиграция. Дело в том, что вот недавно россияне сняли фильм об этом одном из латышских руководителей карательного подразделения на территории Псковской, по-моему, области. Он после войны жил в Германии. Приезжал, там у них была гимназия латышская, где, значит, он давал ему, проводил политработу среди этого. А сегодня эти выпускники гимназии руководят нынешней Латвией. Вот можно представить, чем он их научил. А мы удивляемся, что в сегодняшнем отношении латышей, то, что они делают, это закономерный итог. Это просто после распада Союза мы об этом не говорили, закрывали глаза на то, что они делали, вот то, что они лишили гражданства нашего населения. Но вот зверства именно латышей, в чем они? Вот вы говорите, они вели себя более жестко, чем сами немцы. Ну как? Избивали, короче, расстреливали, убивали население. Причем немцы даже останавливали, они все равно уничтожали. А почему, на ваш взгляд, в чем кроется причина такой жестокости? Ведь вроде соседний народ. Дело в том, что, видите, это еще началось с предвоенного периода. Вот это даже, когда наши пришли, установилась советская власть в 1940 году, начались репрессии в отношении латышей. Ну, естественно, началась и борьба, то есть антисоветское подполье появилось на этой территории. Естественно, эта часть, они были настроены антисоветскому с самого начала. Ну, понимаете, какая штука, быть настроенным антисоветски, это одно. А идти убивать детей, женщин в этих деревнях белорусских, это уже как бы совершенно другое. Для них это наоборот еще считали, что это так и надо. Еще даже подчеркивали, что и украинцы тоже. Ведь вот смотрите, даже по документам, партизанских документов, какая формулировка проходит по украинцам. С западными украинцами проводить работу нельзя было. То есть они были настолько настроены антисоветски, что лучше не подходить к ним. А с восточными украинцами можно было работать. И самый интересный момент, мы как-то не обращали внимания до, что сейчас выплывает. Вот когда немцы готовили нападение на Советский Союз, они определили группы населения, с которыми они считали, можно было сотрудничать для установления нового оккупационного режима здесь. И они выделили украинцев. И они сделали на них ставку, что они станут той опорой для создания оккупационного режима. Вот смотрите, что делают немцы. В Белостоке они выделяют украинцев, советских военнопленных, в отдельный лагерь. И начинают из них формировать полицейские батальоны. То же самое сделают в Белоруссии. Создают особый лагерь для украинских, советских военнопленных. В Масюковщине внутренняя охрана украинцев. И во многих лагерях на территории Белоруссии очень много было украинских подразделений внутренней охраны. То есть уже немцы почему-то обратили внимание на украинцев, что это вот та часть населения Советского Союза, которая пойдет с ними на сотрудничество. То есть они не просто так, они готовились. Мы просто... У нас нету наработок серьезных по вот таким проблемам, понимаете, даже как немцы готовились работать здесь на оккупированных территориях еще до начала войны. Это же не просто так вот пришли и все на храпах. То есть у них наработки были, как все это делать. Они готовились и очень серьезно готовились. Потом же вот видите, начали работать с нашими советскими военнопленными тоже. Сейчас об этом мы не говорили, но им удалось все-таки часть военнопленных. Ну там кто-то шел добровольно, но это незначительная часть. А некоторые просто как на почвах голодных вынуждены думали, что пойдут служить, потом перейдут к партизанам. То есть шли с таким мотивом. Дело в том, что это тоже очень такая сложная проблема. Дело в том, что вот они же рассказывают, даже мы сейчас опубликовали эти документы. которые приезжают в лагерь, предлагают идти на службу в это карательное подразделение. Все отказываются. Они отсчитывают каждого десятого, расстреливают. Потом он второй раз. Кто пойдет служить. То есть загоняли даже такими методами. Но даже если люди тем более, как вы говорите, вот такими методами собраны в эти подразделения, ведь потом... Ну потом оно и результат такой был. Ну они, допустим, большинство шло из страха за собственную жизнь. Но как вот этот страх за собственную жизнь потом трансформировался в ту жестокость, которую они проявляли здесь? Ведь этого уже... Вы сами говорите, немцы останавливали. Дело в том, что эти подразделения как раз они партизану ТП и разложили. Ну были, потому что были яро настроены антисоветские элементы. Не без этого, понимаете. Но история показывает, что эти формирования не были. И в конце концов, вот даже уже когда бросали... Ну немцы вот в 1944 году не бросили в Полоцкалепельской зоне, не бросили фронтовые части. Там уже кадровые войска воевали против партизанов. Вот там уже партизанам досталось по полную катушку. А там, где были вот эти формирования, там все-таки партизанам удавалось выстрелить. И все-таки, ну меньше сопротивления. А те не так вели себя. То есть получается, что столкновение с вооруженными людьми... Да. Они, в общем-то, никак себя не проявляли. Да. Но когда речь шла... Зато против населения могли... О безоружных мирных людях, то тут они герои. Потому что когда уже запачкали кровью, то многие безразлично относились к этому. Ну я говорю, что эта тема вообще, она же защитила диссертацию у нас по этой теме, коллаборационист в Беларуси, докторскую, нынешний заведующий отделом военной истории Академии наук. А также нету ничего, никто особо не писал по этому, понимаете. Тема неудобная, конечно. Ну я говорю, многие темы мы просто обходили, а тем более в советское время, там же тоже была политика. Например, о той же Хатыни, никто же никогда не знал, кто уничтожал Хатыни. Ну как, кому надо, те знали. Не, ну я говорю, вот даже сегодня... Ну просто это не афишировалось особо. Ну да, так я говорю, как преподносили, вот мы сейчас подготовили сборник документов к 80-летию в Хатыни об уничтожении, значит, Хатыни, хатынской трагедии, это, значит, как, что произошло в Хатыни. Ну мы и ранее публиковали уже до этого, это девятый сборник, как раз посвященный Хатыни. И дело в том, что мы нашли статью, откуда вот, потом уже вот мне разговаривал с директором мемориала бывшим Натальей Викторовной Кирилловой, как они рассказывали историю уничтожения Хатыни. Вот приехали немцы, окружили дерево, не сожгли. А что это вам предшествовало? Никто никогда не знал, да буквально до 2009 года, там уже вот где-то начали публиковаться. Причем в 1966 году выходит статья в Советской Беларуси, бывший секретарь Логойского подпольного райкома, он запустил версию, что Хатыни уничтожил батальон Дерлевангера. Вот он рассказывает в этой статье, это опубликовано. И вот я как директор Хатыни был, это Кириллова говорит, мы и так и рассказывали, что вот Дерлевангера там командовал уничтожением Хатыни, пока не выполнил 118-й украинский батальон. То есть никто, даже когда создавал мемориал, никто не изучал, что там произошло. Просто выбрали место, которое наиболее близко было к Минску, и это было основным поводом. А сегодня что получилось? Сегодня, вот я был в Германии, ко мне подходят немцы и говорят, вы свою Хатынь создали для того, чтобы прикрыть Катынь. Совпадение названий даже, понимая, Катынь-Хатынь. А эту версию запустили эти российские либералы, не немцы, не поляки. После распада Советского Союза, они, чтобы угодить полякам, стали говорить, что мы создали мемориал для того, чтобы прикрыть уничтожение поляков. То есть не потому, что там деревню сожгли, а потому, что чтобы что-то там прикрыть, да? Ну, в смысле, чтобы отвлечь внимание от Катыни. Но я говорю о Катыни, в то время, когда создавался мемориал, вообще не знал о Катыни никто. Может, из партизан кто-то. Никто даже, понимаете, она никогда не фигурировала в то время, в 69-м году. Но вот запустили, понимаете, вот это совпадение названий Катынь-Хатынь, и началось обыгрываться, понимаете? Потом поляки, вот Кириллова рассказывает, что проезжали в Хатынь и спрашивают, а где здесь польские офицеры похоронены? Даже доходило до такого. Потом вот эта история с 118-м батальоном выплыла, понимаете, началась... Он был по составу, он состоял из... Одна рота были украинские националисты из Буковинского курения, были советские военнопленные, и были жители Киевской области. То есть батальон не был националистическим, а стали говорить, что уничтожили националисты эту деревню. То есть выплыла история с украинцами. То есть, понимаете, здесь вот такие моменты появились в уничтожении Хатыни, которые, если бы знали на тот момент, может, и подумали... Ну, то есть, нет, я помню прекрасно, когда об этом стало широко известно, то... Ну, начали вот сейчас облигивать этот момент, что националисты... Ну, там были они, принимали участие, ну, так говорить, потому что... Ну, не сплошь. Нельзя так говорить, что это были, понимаете. Там были среди них это всё. Ну, командовали немцы. Сегодня даже вот интересная история, я уже об этом говорил, не знаю, как не можем... Дело в том, что... Когда судили военнослужащих 118-го батальона, мы не знаем судьбы командира Кёрнера. Выплыла интересная история, когда... Ну, вот недавно следователь, который вёл дело, он ещё жив, и он рассказал, что они допрашивали любовницу Кёрнера. Он сошёлся, когда батальон стоял в Плещеницах с одной там жительницей, и она уехала с ним в Германию, а потом вернулась после войны. И они её в 72-м году допрашивали. Почему она вернулась? Она быстрее всего... Потому что он погиб. Если бы он был жив, то она вряд ли бы вернулась. Вот просим раскрыть эту тайну, до сих пор не может получить информацию. Ну, посмотрите, протоколы, понимаете, допросы, что она говорила. А это интересно же, понимаете, один из руководителей уничтожения Хатыни. Но сегодня, когда так начали в открытых об этом говорить, так надо просто... Тем более, как вы понимаете, там же очень много документов. Мы вот когда создавали базу сожжённых белорусских деревень, она не просто справочная база. Там две части. То есть это информация о деревне, сколько было домов до войны, сколько жителей было и сколько уничтожено домов жителей, когда уничтожено. А вторая часть, иллюстративная, мы планировали туда вставлять документы, фотографии, чтобы можно было открыть и почитать, что произошло, как было уничтожено деревень. Но, к сожалению, понимаете, это уже не архивная работа. Это работа для больше историков. То есть у нас нет возможности, чтобы этой базой вот так вот заниматься, наполнять. Тем более, мы стали получать, договорились с архивом КГБ, что они будут отдавать документы. Они там дали нам документы, но потом это всё... И так эта база повесила в воздухе. Сегодня мы, когда издавали сборники документов без срока давности и готовили это приложение по сельским населённым пунктам, уничтоженных, мы как раз проверили данные базы, там внесли исправление. Но всё равно, понимаете, чтобы проверить что-то, для этого надо на местах, чтобы... Вот у нас по двум районам проделана такая работа. Это по Верхнедвинскому району, потому что там есть краевед Бубола Антон Францович. Он сам, между прочим, пережил... Он ещё военного где-то года рождения, он ещё застал войну, и мать его таскала там по этим болотам, лесам, вернее, освещенные. И он занимался, он, понимаете, он прошёл, он знает историю каждого населённого пункта своего района. Он выверил практически всё. И то же самое сделано Александром Петровичем Павлюковичем по Логойскому району. Вот сейчас прокуратура заставила районы шевелиться, понимаете, они проделали работу. Было бы очень хорошо всё вот это вот скоперироваться и сделать, действительно, привести всю эту работу по сожжённым деревням к какому-то итогу. Но сегодня мы можем точную цифру назвать, сколько сожжённых церквей, или... Не, ну вот мы сегодня цифру опубликовали в списке 9 321 деревня, но это не окончательное. То есть у нас есть, понимаете, мы не знаем, сколько уничтожено было в деревне. Вот у нас документы проходят, но деревня частично уничтожена во время края знаков. А что такое частично? Вот мы сегодня обнаружили список немецких документов по карательной операции клеткой обезьяны. Это на Витебщине было проведено. Мы нашли там список деревень уничтоженных. Немцы прямо пишут, что они сожгли во время операции. Там где-то 25 или 30 деревень, которые у нас не проходят. То же самое по Гомельским областям. Мы нашли документы по карательной операции. И немецкие списки, что они сожгли. То есть, понимаете, сегодня появилась уникальная возможность работать с трофейными документами. Ведь что было до последнего времени? Значит, трофейные документы, часть документов захватил Советский Союз, часть захватили американцы. А Советский Союз что сделал с ними? Он создал специальный особый архив, который свёз все эти документы. В этот архив никого никогда не пускали. До Горбачёвской перестой. Только когда началась Горбачёвская, директор этого архива впервые сказал, что существует такой архив, куда свезен... Там не только немецкие документы, туда были свезены документы. Немцы захватили во Франции документы, а Советский Союз захватил французские документы. Там лежали документы Франции, Бельгии. То есть, что немцы нахватали. И всё это лежало до середины 80-х годов, покрыто глухой тайной. Иногда там наши исследователи были. Туда даже отвезли документы по шталагу 300 в Масюковщине. Дело в том, что когда наши освободили Белоруссию, вся документация лагеря была захвачена. Но мы отправили это в Москву, и он-то осел в этом особом архиве. Американцы что делают? Они, значит, как деловые люди, они микрофильмируют и продают заинтересованным странам. Мы, в частности, ещё в советское время купили у них Александрийскую плёнку, на которой вот есть трофейные документы, откуда у нас информация была в советское время вот с этой Александрийской плёнки. Теперь что делают и наши, и Россия, и американцы? Они оцифровывают документы. И сегодня на сайте Национального архива Соединённых Штатов вы можете работать с трофейными документами. Вот у нас есть историк, работник в архиве, который работает, знает немецкий, он работает с этими документами. То же самое сегодня делают с трофейными документами архива Министерства обороны России, которые находятся в Подольске. Они тоже оцифровывают и выставляют. То есть сегодня не надо ехать, работать с документами. Но у нас тоже в архиве вот сегодня сделали, благодаря, как говорится, инициативе газеты Советской Беларуси, создали электронную базу партизанной Беларуси. То есть мы оцифровываем документы партизан. Сегодня можете уже не идти в архив, а работать, сидя дома, с документами по истории партизанского движения. Но я говорю, что сегодня все-таки прокуратура места разбудили, а наши историки все-таки многие темы. По карательным операциям ни одного исследования нет. По сожженным деревням нет исследований. Короче, много спорных вопросов и потому что Холокост, понимаете, ну нету наработок вот такого масштабного. Диссертации, статьи выходят, не скажу, что. А вот фундаментальных исследований по войне особенно, ну это сложная тема, вы понимаете. Ведь проблема еще вот по статистике уничтоженного населения. Здесь какая проблема? Когда немцы уже почувствовали, что они будут оставлять территории оккупированные, они создают, специально принимают решение об уничтожении мест массового уничтожения, то есть провести массовое сожжение трупов там, где проводились расстрелы. Была создана специально проведена акция, тысячу пять, значит, и они все места, наиболее крупных мест уничтожения, они вскрыли, и все, все сожгли, все трупы уничтожены. То есть уже когда я работал в комиссии ЧХК, там практически в многих местах один пепел остался. То есть даже там по количеству было сложно определить, что было уничтожено количество. То же самое по Тростенцу. Почему проблема? Потому что они уничтожили в Благовщине, все сожгли трупы, то есть определяли по количеству пепла, размерам ям, сколько там могло быть трупов. То есть это вторая проблема. Вот в чем мы даже, нужно сказать, евреям спасибо. Они что сделали? Они вот своих шесть миллионов, которые уничтожили, они стали составлять списки еще раньше, сразу после войны, путем опроса. Понимаете? Не по документам искали списки, а именно опрашивали. Этим путем они определили значительную массу своих уничтоженных населений. Сегодня мы по Тростенцу списки имеем только евреев, уничтоженных иностранных евреев, потому что они нам привезены из Германии, из Австрии, вот нам передали эти списки. Понимаете? Мы знаем точное количество уничтоженных евреев и иностранных в Тростенце. А по нашему населению, вот в белорусском, у нас нет этих, у нас мы можем назвать тысячу, две тысячи фамилий, понимаете? А уничтожили 206 тысяч. Почему немцы начинают пользоваться этим и начинают обыгрывать, что вы там завышаете эти цифры? Потому что у нас вот получается, что документы ЧХК даже, они основаны, ну, не точные подсчеты, понимаете? Одно дело, когда идет по спискам, уничтоженное, а другое дело, когда определяли вот таким путем приблизительно, сколько там может быть. Ну, смотрите уже, сколько времени прошло, и ведь с каждым днем эти события все отдаляются и отдаляются от нас. Так уже проблема, но дело в том, что мы вот проводили такой проект по инициативе Натальи Викторовны Кириллова, о которой я говорил, она, когда ушла на пенсию, она была инициатором проведения такого проекта гуманитарного повышения статуса спасшихся жителей сожженных белорусских деревень. И вот тогда мы работали с этой категорией, создали базу и стали записывать воспоминания. Тогда же еще, понимаете, были живы люди, которые именно... И мы заинтересовали даже немецкую организацию «Контакты» в Берлине. Они проводили такую акцию, значит, оказывали гуманитарную финансовую помощь нашим жертвам войны. Сперва военнопленным. А когда мы их пригласили на наше мероприятие, и они узнали, что у нас есть категория такая жителей сожженных деревень, они выплатили этим жителям, вот, Верхнедвинского района, тысячу там, где-то около двух тысяч человек получили по 300 евро от них. И от каждого они написали покаянное письмо, что приносим извинения за наши предков, которые там, ну, короче, вот такое письмо. Они потом получили жителей еще Витебского района, они даже до сих пор... И они еще что-то сделали хорошее. Они там стали об этом рассказывать Германию, про жителей. Они вот сейчас подготовили большую книжку для воспоминаний жителей сожженных деревень, перевели на немецкий язык и вот готовили. к изданию ее. Не знаю, ну, даже не... Сейчас такая обстановка, но они все равно продолжали эту работу, понимаете? Несмотря на то, что вот у нас отношения сейчас ухудшились, и... То есть там даже люди, ну, есть, которые все-таки это пытались... Они были удивлены, когда узнали, что у нас такое количество всего этого было уничтожено, так практически для них это было открытие. Так это для них открытие. Ну, тут обсуждали... А тут и своих. Тут, во-первых, для себя сколько открытий, а открытий сколько для жителей других стран, которые вместе с Германией приходили сюда в составе... Ну, такие же... Армады. Венгры. Дело в том, что те же Венгры очень жестоко, вот тоже они... Не знаю, откуда у них такая жестокость. Даже и немцев переплёхали иногда в этом отношении к мирному населению. Но об этом уже практически тоже... Ну, понимаете, да, они-то здесь сделали, а там в Венгрии об этом никто ничего не знал. Мы же не хотели об этом разговаривать, понимаете? Все закрывали. У нас хорошее отношение. Зачем нам это все? Вот теперь все не дает эти плоды, понимаете? То есть мы вот и с латышами не хотели об этом говорить. Хотя, ну, вот и результат получаем сегодня. Мы удивляемся, что там происходит. Это закономерный процесс, понимаете? Сейчас просто наследники этих всех ребят, которые... Ну, все повыползали, короче. Так я же говорю, они все там оттуда приехали с эмиграции, настроены антисоветские, тем более всю жизнь провели за границей. И тут... Теперь они, как говорится, дорвались до власти. А вот зарубежные архивы? Ну, трудно сказать. Дело в том, что они тоже, понимаете, избраны. То, что, в принципе, их не особо пачкает, они открывают. А то, что, как говорится, их... То они все продолжают, продлевают срок секретности таких документов. Вы допускаете такую мысль, что просто по прошествии какого-то времени вот те самые архивы, которые пачкают, они просто исчезнут? Все может быть, трудно сказать. У нас были хорошие контакты с немецкими организациями, они помогали. Я, например, когда-то заинтересовался Артура Вильке. Это был процесс, он был работником Минского СД, принимал участие во многих карательных операциях, он вел дневник. И он сохранился, этот дневник. В частности, у нас в переводах он лежит. А его судили в Германии в 60-е годы. Ну, я, значит, как раз по Хатыни, а он был прикомандирован батальону Дерлевангера, и, значит, ему был приказ есть, значит, прикрепить команду СД батальона Дерлевангера, и ему было предоставлено право принимать решение о сожжении деревень. Он должен был принимать при проведении карательных операций, что уничтожать. И у нас было подозрение, что он командовал уничтожением Хатыни. Ну, правда, вот сейчас мы выяснили, что его 19 марта за три дня до уничтожения Хатыни отозвали в Минск. Так вот, когда, значит, я, значит, ну, был, интересовался с этими событиями с Хатынию, я думаю, надо посмотреть, что же он показывал там на процессе. А документы хранятся в этом архиве Людвейсбург, это где хранятся уголовные дела, специально был создан архив, куда они хранят документацию по расследованию военных преступлений нацистов. Специальные архивы, туда доступа нет. Значит, ну, и я обратился, они говорят, нет, мы сюда не пускаем. Я им тогда говорю, если вы так поставите вопрос, мы вас просто сюда не пустим в Белоруссию. Они тогда говорят, приезжайте. У нас были хорошие отношения, во всяком случае, можно было вот, сейчас, к сожалению, все это уходит, то, что было наработано. Ну, даже та база, которая накоплена у вас, она же ведь не разработана в должной мере. Конечно. Нет, так я говорю, что сегодня посмотрите, выходят статьи какие-то о фундаментальных вот таких исследованиях по войне, у нас же практически ничего не появилось. Предъявляют евреи нам претензию исследователей. Почему у вас нет фундаментального исследования по Холокосту? Я говорю, ну, а кто мешает вам написать его? Давайте создадим творческий коллектив. Документы все открыты, готовы? Так мы сейчас вот выпустили сборник документов. «Холокост. Трагедия и память». 517 документов в сборнике. Значит, ну, там в основном документы по Холокосту, они опубликовались, но не все это обобщено в одном издании. А самый интересный раздел – это мемориализация Холокоста в Беларуси. Ведь вот интересный момент. Вот мы, они сейчас объединяют нас, что мы не уделяли внимания в советское время Холокосту. Да, так было. Была специфическая форма освящения Холокоста. Мы говорили о том, о Холокосте, но мы не называли его своим именем, то есть мы не называли национальность людей, которые уничтожали. А что получилось в Хатыни? Там сделали стену памяти, на которую решили увековесить места массового принадлительного содержания населения и уничтожения. 66 ниш. Что показало изучение? Что увековечено на стене памяти? 32 места чисто уничтожения еврейского населения. Еще 19 мест. Это места совместно уничтожения, где уничтожались белорусы, русские, евреи, все, военнопленные. То есть 51 место это связано с уничтожением евреев 66 ниш. Но там слова евреи, это нет. Это вот советская форма подачи Холокоста. То есть мы говорили о нем, но все это в заувалированной форме. Но вообще интересный факт, что вот даже когда мы сейчас об этом сделали сборник, сделали вот сейчас в этом Холокосте приложение это, и там вот эта вся картина, понимаете, вот такая получилась картина, что на стене памяти Холокост представлен больше всего. Причем вынесены места, ну, не массовое уничтожение, там по 3 тысячи, по 2 тысячи, по 500 человек. Но это благодаря заведующему отдела ЦК Марцелева. Дело в том, что Институт истории партии, комиссия этого института, которая работала, она предложила 27 ниш. А он написал докладную Машерову, и тот без обсуждения утвердил список Марцелева. Вот сейчас создали комиссию историческую, понимаете, вот они должны определить, что сегодня, какие темы необходимо разработать. У нас есть исследовательские кадры, понимаете, но их нужно объединить, поставить задачу, как это делалось в советское время. Вот и было в советское время в ЦК Компартии Беларуси отдел науки. Вот он определял задачи. Институт должен подготовить трехтомные издания по истории партизанского движения. Все, задачи, цели, и они начинают работать, как сейчас прокуратура поставили задачу. Вот они и роют, копают. Но я говорю, что они вот разбудили, а наши историки как-то не особо проявляют в этом инициативу, хотя они прикреплены в качестве экспертов. Хотя именно они должны давать цифры, понимаете, не прокуратура цифры должна, прокуратура должна изложить это все в юридических формах, подать материал. А задача, вся статистика, все это должно исходить от... они иногда, понимаете, на себя берут несвойственные функции определять цифры. А может человек просто вот по собственной инициативе обратиться в ваш архив, запросить информацию по такому или такому населенному пункту, по каким-то фамилиям, и поискать хотя бы историю своей семьи, если уже не говорить о фундаментальных каких-то исследованиях. Дело в том, что в советское время не принято было. Дело, в отличие от западных архивов, у них генеалогия была одной из ведущих направлений деятельности архивов. У нас своей личной истории не было принято, потому что в советское время, не дай бог, какой-нибудь там дядя, родственник был из дворянства, еще чего-нибудь, понимаете, люди боялись заниматься личной историей. а на западе это было основное направление, вот я ездил в архивах, у них генеалогия это было ведущее направление работы архивов, они там этой историей занимались, а у нас это вообще только начали заниматься после распада Советского Союза, потому что у людей мало ли какое-нибудь пятно было в истории, лучше, говорит, не трогать вот это все. А сейчас занимаются очень активно, то есть стали занимать, понимаете, у нас в чем недостаток нашей истории Советского периода, она обезличенная, там не было людей, сегодня наоборот, появилась вот эта личная история, то есть передают историю через людей, появились фамилии, а раньше просто вот такое-то событие, а кто там что командовал, это еще генералов называли, а вот уже более низкие это все, то есть у нас была общая история без лиц, сегодня она стала уже, даже появилось такое направление, именно занимаются вот персональные истории, понимаете, даже события подается через людей, то есть она стала, ожила история, появились люди, а раньше этого не было в советское время. И пусть история продолжает оживать. не, ну так я же говорю, тут работать и работать. тем более, я говорю, что такие историки, вот они сейчас начинают, понимаете, это все обыгрывать, все это преподносить так, как не так, как это было, причем даже явные вещи. Вот сегодняшний пример, в Освенцы мне пригласили Россию, и когда говорят о том, что произошло, что освободили Освенцы, а кто освободил, не говорят. о чем дошло уже, по-моему, до самой крайней, одно дело, когда мы не знаем, что там произошло, другое дело, когда явные даже факты, они преподносятся, то есть называется только то, что им выгодно. Именно поэтому все это важно сохранять, поэтому ваша работа неимоверно цена. Спасибо вам за это и спасибо за этот разговор. Субтитры создавал DimaTorzok